Первая поездка на поезде в столицу, да еще и на Кремлевскую елку. Мечта каждого ребенка. Она стала реальностью для детей участников специальной военной операции. Очень приятно было, что нам позвонили, предложили на эту елку попасть. Я думаю, ворю впечатление, потому что дети едут первый раз на поезде и в Москву, в принципе. Они даже меня в этом году сами просили. Мам, поехали в Москву, повели, ну, потом как получится. А тут прям, я говорю, в кон попали. Погулять по столице, увидеть Деда Мороза и получить подарки в Кремле отправились ребята в возрасте от 12 до 15 лет. Представляю очень много народу и везде все горит, но еще особенно, или вечером загорается много огней и очень красиво. Детей ждет не только главная елка страны, но и экскурсия по городу. В программу входит посещение Музея Победы и выставка «Россия» на ВДНХ. Такое событие важно, и я благодарна региону, что поддерживаются такие инициативы, что есть такие выездные мероприятия для ребят. Это очень хорошая возможность посмотреть, во-первых, сам город, а также зарядиться, как я уже сказала, новогодним настроением. Мероприятие было организовано Государственным фондом «Защитники Отечества». Фонд оказывает помощь ветеранам и семьям участников специальной военной операции. Многие из детей действительно посетят нашу столицу впервые. Мы надеемся, что это принесет им очень много впечатлений, предновогоднее настроение. В Москве ребята увидят главное новогоднее представление. Встретятся с любимыми сказочными персонажами. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Редактор субтитров А.Семкин